Выходи! 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 Все меня ложи в забор! Размещали объявления более чем на 100 сайтах. Предлагали купить комплектующие для автомобилей по низкой цене. Говорили, поставки из Европы. Мошенников задержали полицейские. Они обманули более 2000 человек. Ущерб составил более 500 миллионов рублей. Работали по отлаженной схеме. При заказе требовалось внесение предоплаты в размере 50% от стоимости. После заключения договоров с покупателями и получения денежных средств, злоумышленники сообщали о невозможности поставки товара и предлагали выпрать более дорогостоящие комплектующие за дополнительную плату. Одной из жертв мошенников стал грузоперевозчик Роман. Он заказал новый двигатель. Отзывы устроили, менеджеры были приветливы. Однако товар так и не приехал. Попросил вернуть деньги. Мне начали отказывать. Говорить о том, что я не соблюдаю контракт, договоренность с ними. Ну, как бы, начались проблемы. Двигатель я нашел на другом месте, поставил. Недельки через три, когда я уже понимал, что деньги люди мне возвращать не собираются, обратился в полицию. Полиция выяснила, что мошенники периодически меняли месторасположение офисов и реквизиты организаций, а также адреса интернет-сайтов. Полученные деньги обналичивали с помощью фиктивных операций и выводили за границу. В том, что обманывали людей, сотрудники фирмы так и не признались. Здесь какие вы бизнесы исполняете? Никаких. Вы сидите за рабочим местом этим? Нет, просто с коммерцией. Просто сидите за рабочим местом, сможете в компьютере. А что вы не делаете? Толку нет. Кому деньги, заработную плату вы получили? Ну, заработную плату. Приходил бы молодой человек, выдал денег. Конверты все больше не стоят. Вам знакомы на обычной? Нет. А наличка? Ну, в картах. Не официально? Ну, соответственно, да, нет, не официально. В результате обысков, проведенных при участии Росгвардии, сотрудники полиции изъяли печати и учредительные документы организации, которые были задействованы в противоправной схеме, а также компьютерную технику. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время трое подозреваемых задержаны. Двоим из них по ходатайству следователя судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается. Галина Кудряшова, телекомпания «Город».